всем привет друзья вы на канале с дядей миша и сегодня я решил ударить рулькой по коронавирусу кстати кто не знает чем отличается рулька от голяшки объясняю рулька это у нас передняя нога горяжка это у нас задняя нога кроме того что это абсолютно разные ноги передние и задние верхние и нижние конечности это еще и означает то что в передней ноге у нас имеется одна косточка а задней ноге у нас а что ж такое а задней ноге у нас две кости поэтому гораздо более выгоднее вот она косточка вот она одна на очень легко прощупывается вот эта часть вот эта часть это уже идет мясо соответственно если брать финансовую сторону вопроса то гораздо выгоднее принципе конечно же брать рульку то есть переднюю часть потому что здесь больше мяса больше мяса меньше костей первым делом мы берем нашу рулечку моем если где-то какой-то волосыной покров остался то соответственно взять на газу или на сухом горюче ну короче в общем на огне это все дело об смолить нашпиговываем я люблю с чесночком поэтому нашпиговываем чесночком также у нас все жестко умеешь научим не хочешь ставим есть такое дело все мы нашпиговали нашу рулечку чесночком теперь будем готовить к ней маринад для приготовления майонеза нам оговорился для приготовления маринада нам необходимо немножко теперь берем горчицу винниц кто не живет в украине кому не повезло и навряд ли узнают что такое винницкая горчица это дело мы перемешиваем и берем любимые специи кто такие люди и берем теперь эти специи перемешиваем с нашим майонезиком и горчичкой возвращаемся к нашей рульке и натираем рульку своими любимыми специями сейчас некоторые скажут а дядя миша синяя такой же как его рулька весь стол засрал что делать искусство как говорится требует же ну и пока наша рулька в шоке от запахов делаем яблочки самые классные яблочки в данном случае это сорт семиренко кто живет на просторах бывшего советского союза таких большинство моих зрителей и кто смотрит мой канал если смотрите регулярно мой канал напишите пожалуйста комментарий так вот те кто смотрит регулярно мой канал те в основном русскоязычные либо украиноязычные ну или те кто понимает русский или украинский язык кстати есть определенное количество я смотрел статистику зрителей из белоруссии белорусы тоже кстати прекрасно понимают язык точно так же какие украинцы понимают прекрасно белорусский язык а и польский в общем вот скажем так эту группу некоторые скажут а чего ж ты живешь в украине и не разговариваешь на украинском языке там немаё жодных питаний что кто хочет чтобы я спелкувался с вами украинской мовы то взагал нема ніяких питаний речу тим что вы мабуть насправді не сможете меня зрозуміти я и сам певный час изучал украинскую мову и вважаю что каждый гражданин украины должен знать украинскую мову но это не у нас обязательство оскільки я не есть никакой политический или государственный я не есть службовцем я не обязательствовать украинскую но я вважаю что я должен знать и должен уметь разговаривать украинскую мову я спелкуюсь я тією мову якую мені зручно ли я переезжаю наприклад в якусь іншу країну за кордон де ми відпочиваємо там я можу силу своїх навичок спілкуватися англійською мовою якщо це зручно для тих людей які проживають там наприклад в Туреччині коли ми були в Анталії або так було в Йогринці були ми були в Шарм-эль-Шейсі вот так что яблочки семиренка мы их почистили практически уже и откладываем их в сторону и будем чистить картошечку сейчас складываем наши яблочки на тарелочку подпел шариков полиграф полиграф новичку любит булгакова которого я с удовольствием читал юности собачье сердце одно из моих любимых произведений булгакова ех яблочко да на тарелочке рулька в шоке короче у основной фанатки и подписчицы моего канала не не выдержали нервы сдали она в общем пришла напхала сюда яблок вот ну шо поделаешь уже фанаток своих надо любить и уважать пусть рулька пока немножко придет в себя а я продолжаю чистить картошку режем картошечку на 4 части солим картошечку теперь берем перчик черный берем немножко масла все это дело вот так вот перемешиваем кладем сюда нашу шокированную руку после того как мы выложили картошку и яблочки обмазываем нашу рульку соусом или маринадом да тем которые заранее перед этим приготовили вот и помещаем все это дело в духовку прежде чем поместить рульку в духовку у меня тут фанатка просила и подписчица запечь для нее чесночок ну что не сделаешь для любимого человека вот так вот чесночком обложили и начинаем запекать так что вы выбриете мне вы это